Сегодня стоялся приговор по уголовному делу в отношении Биргина, Исаева, Гонусарева, Репининой. Каждый из них судом был признан виновным в совершении двух преступлений. В 160-й части 4-й, в 174-й, в 1-й части 4-й. Говорить о правовой оценке я не могу, поскольку судом оглашался вводной результивной части приговора. Поэтому какая конкретно правовая оценка судом определена каждому из подсудимых пока неизвестно. Равно как и о законности своё мнение данного приговора высказывается пока преждевременно, поскольку прокуратура города будет получена копия приговора после его изготовления, изученного на предмет законности, и будет принято решение о необходимости и целесообразности обжалования в апелляционном порядке. Если говорить о деле, то органы приговорительного расследования, каждый из них обвинялся в хищении денежных средств, ресурсоснабжающих организаций на сумму, превышающую 81 миллион рублей, и легализации полученных преступным путём, а именно мошенничеством денежных средств на эту сумму. Часть в последующем этих денежных средств была потрачена на приобретение спецтехники и автомобилей для личного передвижения одного из участников данных преступлений. Дело представляет повышенную сложность, достаточно объёмное уголовное дело, состоит из 108 томов, поэтому пришлось в том числе и назначать дополнительную, назначать бухгалтерскую экспертизу в ходе судебного следствия для того, чтобы подтвердить вину подсудимых в совершении ими преступлений. Но можно говорить о том, что гособвинения результатами судодовольны? Понятие «доволен приговором» на мой взгляд не совсем относится к государственному обвинителю, у нас будет устраивать законный приговор. О законности пока высказаться я не могу, поскольку мной не изучен данный приговор. Соответственно, свою позицию по этому вопросу мы сообщим чуть позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...